Повел самую такую зеленую понятную песню. Слышно, да? Силу в паузе говорили наши великие отцы. Ее скрывали, подменяли известные всем подлецы. Немало кто всю жизнь потратил, чтоб донести ее до нас. И вот сегодня в результате мы дождались, наш звездный час. Про все печатают газеты, все говорят нам в новостях. В моде крабольные поэты и в интернет залезть пустяк. Теперь нам не нужна и кухня, ведь смело можно быть везде. От слова «утка» все опухли, живем практически в гнезде. Нам информацию приносят, и корня до твоей. Уже никто вроде не просит. Включай, смотри, внимай, смелей. Все это правда, правда вроде. Куда уходят капиталы, и кто уводит их туда. И олигархи прям с канав нас посылают кто куда. И знаем ведь, что в богатейшей живем мы с вами всем в стране. Вот только образом беднейшим, а если честно, то... Ведь нам что с правдой, что без правды, не видно разницы большой. Но почему-то все досадны и на душе непокой. Отец глаза открыть старался, теперь они у всех открыты. Но только ощущение, братцы, что вот не он, а мы убиты. 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 Мы ждем, что кто-то или что-то решит за нас все. Так и есть. Я за тебя, ты за него, он за кого-то. Бог за всех нас, имею честь. Ну это как бы песня стимул, на самом деле. Я ее не очень люблю петь, потому что надеюсь, что когда-то я ее не буду петь. Просто в конце там здесь рассказывают, что мы ждем, что кто-то или что-то там придет. Мне кажется, что это время ушло, устарело, когда какой-то лидер придет, он всем куда-то поведет. То есть приходит время вот этой эволюции, когда каждый из нас должен стать лидером-капитаном в своей жизни. Это на самом деле высвободит очень много энергии для того, чтобы мы смогли честно взаимодействовать друг с другом. И когда каждый сможет максимально реализовать то, что в нем есть, то, о чем он молчит, многие всю жизнь ему что-то в себе дарят, дарят. Когда вот это вот выброситься, мне кажется, что таким образом можно создать будет очень легко тогда естественную иерархию по духу и разуму. То есть какой-то человек действительно жил, например, ему много там не надо, он спокойно мог бы там делать какую-то свою любимую работу и все, и жить нормально. А какой-то человек, у него, например, есть действительно там очень хорошие организаторские способности, что там этот человек должен быть в управлении. То есть сейчас у нас непонятно, у нас порой какой-нибудь человек там, который просто бомж, с которым можно сесть и попить пивка на улице и до утра заболтаться, разбирается там во внутренней и внешней политике намного лучше, чем какой-нибудь жердяй, который сидит в Госдуме и просто ворует бабло там через какой-то канал. Потому что выгодно очень сажать на определенные кресла людей, которые, в общем-то, обладают такими качествами, как глупость, жадость и так далее. А эти люди просто выгодны для того, чтобы через них проводить там все эти аферы, которые происходят. Вы же знаете, вот сейчас мы там вступили в это ВТО, а что это означает? 30 лет назад мы производили от булавок до космических кораблей все сами, да? А теперь мы будем вообще все покупать, просто все. Вот, какой город не приедешь, там люди говорят, вот, был замод, а теперь вот непонятно, что не закрыли. То есть страну нашу уничтожают, распродают. Вот, мы в каком-то анабиозе находимся, может быть, здесь даже, я бы не шел, подключены какие-то элементы черной магии, которые мы видим, например, в сердце России, там, мавзолей тоже. То есть что это за труп у нас там лежит в сердце Руси? Неспроста, там, вот, если копнуть глубже, там, и пуститься, там, даже хотя бы, вот, архитектурный элемент, там, вот этого сооружения, то он очень похож на муртуариум, там, жертвоприношение, там, ну, то есть магических факторов очень много. Нас же зашаривали различными, там, религиями, которые придуманы для того, чтобы нас разделять, вот, впаривать нам мозги, вот, ну, и, соответственно, просто, ну, генерировать в людях определенного вида страхи, там, опять же, рамки, вот, чтобы уводить, как бы, от сути, потому что у них, скажем так, у наших кураторов, как я назвал, да, мировое правительство, там, у них же суть одна, разделяй и властвуй, а разделили они что? Они забрали полностью правду о том, как устроен мир, для чего вообще создан человек, когда-то у нас была такая информация, и ложь разделили на две половинки, и мы между этой ложью друг с другом ссоримся, спорим, разделили нас на различные народности, опять же, религиозности, всякие социальные пласты, вот, и мы, как будто бы, через стену друг друга каждый бьемся, и мы понимаем, что мы все братья, мы все пришли на землю, чтобы просто насладиться прекрасным творением Бога, там, какого-то более высшего существа, как и мы для каких-то населяющих нас, что наше тело, там, микроорганизмов тоже высшее существо, то бишь Бог. Ну, это даже просто элементарная наука доказывает. Мы верующий человек. Я не верующий человек, вернее, я не религиозный человек, я пытаюсь быть знающим человеком. Я думаю, что Богу не нужно верить, его нужно знать, то есть его можно знать. Когда ты выходишь в состояние, допустим, ну, какой-то повышенной сопричастности с мирозданием, ну, у каждого бывают такие моменты, чем чаще они, тем лучше, там, как и просто, ну, аж даже утром проснуться, и какой-то потрясающий рассвет увидеть, и вдруг ощутить невероятную, там, энергию всего, что происходит, и свою сопричастность к этому. Вот в эти моменты ты понимаешь, что на самом деле не нужно, там, существу, которое, в общем-то, способно такое создавать, им явно не нужны какие-то букашки, которые будут на коленях биться, а пол, там, и говорят, о, прости, или, ну, так, не знаю. То есть это все придумано для того, чтобы в людях воспитывать всякие стыды, там, ну, и... В общем, это все оружие управления, наверное, просто. Вопрос в этом.